привет youtube ну немножечко не уложился по времени ладно прошу прощения в общем да во второй части да буду более короток до солдатский нос венджер что мы имеем еще раз напоминаю всем вот такое лезвие совершенно такой нормальной классической формы с великолепным сведением с удобным таким собственно говоря хватом с фиксацией если говорить вот люфт какой есть люфт ну такой вот есть определенный люфт ну вот лайнерок не такой прямо там безумный то есть я думаю что все-таки вот рубить батонить металлить ковырялись да например ну им нужно наверно все-таки аккуратно вряд ли он предназначен для того чтобы там пробивать в деревьях там или там отковыривать там скажем от доски сороковки тому делать не дырки но он предназначен для выполнения там основных функций задач связанных с функциями скажем ножа что мы еще имеем на чем я остановился вот такое совершенно обалденное нормальное вот лезвие такая двухрядная такая двухзубная пила размерчик ее такой собственно уже впечатляет по сути дела она в состоянии пилить нормальные такие веточки в общем-то которые можно скажем где-то там вот в нижних ярусах деревьев так аккуратненько отпилить или там притащить какую-то там большую такую вот деревяку распилить ее и сложить для костра какие-то деревяшки собственно говоря и можно в общем-то использовать ее для изготовления таких вот уже вот но каких-нибудь там серьезных ловушек которые ну слона не поймаешь собственно говоря ну наверное там на какую-нибудь такую небольшую такую свинку хрюкающую скажем можно сделать там наточить коля заострить отпилить и да и сделать там какую-то ловушку прикрыть ее сверху травой и сучами да чтобы туда свалился какой-нибудь такой кабанчик если вот например скажем вот не чем больше его взять вещь очень нужная ну и традиционно то что является базовым элементом швейцарских ножах это такая вот отвертка и открывалка для бутылок опять-таки нормальная отвертка с помощью которой можно там что-то делать открывать отвинчивать или завинчивать каких-то там ситуациях вот это вот выемка знаю там я и не пользовался может быть она тоже для чего-то нужно там загибать какой-то там конец какой-нибудь проволоки там что-то делать еще важное и нужное ну и самая такая одна из нужных вещей просто такая открывалка для бутылки собственно говоря вот когда его используешь зачастую бывает он там заляпан всякое разное всячины поэтому периодически конечно я его а так аккуратненько там промываю в дэшкой потом смазываю шарниры каким-нибудь ну специальным маслом таким маслом которое больше нравится последний раз я просто на такой зимнее хранение но я его сейчас не таскаю с собой потому что как-то скажем стало лень ходить пешком там бегать с рюкзаком поэтому собственно говоря все мои вот это вот весь шмурдяк да у меня потом я собираю у меня находится в багажнике в большом багажнике автомобиля с приводом 4 на 4 и в частности скажем вот этот нож я храню просто в бардачке я сделал для него специальный кожаный чехол вот к этому кожаному чехлу поставил такую вот на липучку при вернее на оклейку основу приделал сбоку ленту стиле как она называется велкро да и в принципе вторую часть приклеил ее внутри полости бардачка поэтому он у меня в общем-то находится внутри бардачка вставленных кожаный чехол всегда там вот он есть и есть там лежит и лежит поэтому на зиму я его так собственно говоря оставлял так зимой собственно он не часто используется то я его шарнир смазал такой опять-таки этой трансмиссионной смазкой которая предназначена для заливки в дифференциалы раздаточную коробку дифференциалы она в общем то имеет хорошие фрикционные особенности свойства но она такая вонючая потому что там масса всяких вот присадок специальных ну собственно говоря вот когда я его буду сейчас вот с наступлением лета чаще эксплуатировать просто я его почищу от этой смазки по сути дела консервационной на самом деле скажем сами эти суставчики шарнира ножа смазывает она хорошо ну вот собственно говоря что я и хотел сказать об этих двух ножах эти ножи это ножи на все случаи жизни вот в этом главный недостаток он все-таки великоват ну а в этом по-моему одни достоинства но опять-таки говорю одни достоинства на 5 недостаток для каких-то серьезных дел конечно он все-таки маловато там на медведях ходить с ним не очень хорошо и даже затащивать рогатину да как вот в фильме каком-то где там по-моему как вот известный американский актер да как они там упали с самолетом и потом сюда их там всех медведь хотел гризис есть они в итоге заточили рогатину да заманили медведь там на эту рогатину на колосе наверное трудно да с помощью вот такого лезвия все штуки заточить большое копье но возможно вот а потом что самое главное наверное трудно освежевать медведя и сделать из него теплую одежду но белку запросто белку которую вот в наших сибирях bear grills нашел освежевал съел вот а из шкурки сделал наверное себе воротник это я не знаю думаю элементарно тем более с нашими то умениями с наш это жажда жизни способности выживать это просто бесподобно но все пока иду